Марка Isuzu опубликовала прайс-лист на свежее поколение пикапа D-Max. Стартовый ценник по 3 миллиона рублей поначалу шокирует, хотя на самом деле вполне справедлив, ведь столько же стоит дизельная Toyota Hilux. Базовая версия считается коммерческой, поскольку имеет полуторную кабину. В список оборудования такого пикапа включены 6 аирбэгов, система стабилизации, кондиционер плюс датчики дождя и света. За двухрядный пассажирский отсек придется доплатить ровно 100 тысяч сверху. Бонусом идут медиа-система, круиз-контроль, камера заднего вида и легкосплавные колеса. А если расширить этот перечень, то стоимость можно довести до 3,5 миллионов. За что платим? В основе актуального поколения лежит новая архитектура, принципиальное отличие которой – гораздо более легкая и жесткая рама, а свежий кузов – современнее и просторнее прежнего. Схемы подвесок остались неизменными, но передняя двухрычажка обзавелась другими рычагами, что увеличило угол поворота колес. Сзади сохранился неразрезной мост на рессорах, но колея стала шире, а вместо тормозных барабанов появились диски. А гамма-моторов – лишь трехлитровый турбодизель, при том не шести, а четырехцилиндровый. Начиная со средних комплектаций, вместо шестиступенчатой механики можно заказать шестидиапазонный автомат. Грозный соперник Исудзу, Volkswagen Amarok, напротив, покинул российский рынок. В немецком Ганновере выпуск пикапов прекратили прошлой весной, а завозить автомобили из Аргентины или Алжира российский офис марки не решился. Надо сказать, что модель пользовалась весьма ограниченным спросом. В прошлом году своих владельцев нашли около 800 представителей семейства. И сам сегмент переживает не лучшие времена, постоянно скукоживаясь. Между тем, дилеры Volkswagen уверены, что модель вернется примерно через год, но в новом поколении, которое окажется ближайшим родственником будущего Ford Ranger. И финальная новость этого выпуска. Рестайлинговый Volkswagen Passat продавали в России со 150-сильным турбомотором 1.4, который, откровенно говоря, не отвечал статусу машины. Но теперь для заказа стала доступна более мощная двухлитровая версия. Седан в средней комплектации «Бизнес» отдают за 2,5 миллиона рублей. То есть доплата за дополнительные силы составляет 90 тысяч.